Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Начнем мы его с вами с готовки. Простите побольше показывать готовки. Вот сейчас я готовлю комбалу на ужин. Вчера в магните были, купили комбалу, там она была по акции. Сейчас покажу, как я его готовлю. Мы очень любим комбалу во всех. Готовлю целиком. Срезаю хвостик, плавнички обрезаю аккуратненько. Вот вторая лежит. И готовлю, так сказать, обсыпку. Мука и приправа для рыбы фаберликовская. Могу еще чуть-чуть туда капнуть лимончика. Можно лимончика капнуть потом в завершении. Приправы много фаберликовской. Сейчас где она? Девчонки, сейчас я ее достану. Вот эта, она мне очень нравится. Кстати, она такая ненавязчивая. Норвежская для рыбных блюд. Ее прям много в муку. То есть ее там много. Еще немножко обычной соли, потому что она не соленая. Потом я тушку саму разрезаю посерединке. Смотрите, вот такие надрезы делаю. Вот еще один надрез. Вот еще один. И с другой стороны так же. Вот они, надрезы. И в эти надрезы, и саму рыбу обвяливаю вот этой вот муку с приправой. Вот туда, прямо в надрезики, как следует все закладываю. Можно так запекать в духовке. Можно делать на сковороде. Делаю на сковороде. Здесь тоже надрезы. Эта тушка поменьше. И одна самая здоровая уже на сковороде. Сейчас покажу. Вот уже огромная шкварчит. Картошку, пюре будем кушать. И салат, и овощи. Ой, и мелочь тут со мной. Вот, видите, надрезы. А потом удобно просто очень кушать. То есть она уже готова. Я сейчас буду вытаскивать, остальные жарить. Вот этот кусочек отламываем. Он уже надрезанный. Видите, даже вот тут вот лопнул. По надрезам разламываем. Берем порционные и кушаем. То есть от хребта прям можно вот так вот отделять. Очень хорошо будет отделяться. Вот так и получается вкуснятина. Ничего лишнего, потому что комбала сама по себе очень вкусная рыба. Еще вчера мы были в магазине. Пойти в фикс-прайсе. Причем у нас рядом с фикс-прайсом. Купили с Ксюшей такие маски интересные. Она давно такие хотела. А Юнилок... Вон в Галамарте, кстати, есть Юнилок. 59 рублей. Это в виде тигрика вот такого. Будем делать. Покажу вам. Ну, сфоткаюсь хотя бы точно. Мы обычно на ночь такие вещи делаем. И баба-яга. Я не знаю, что она себе представляет. Она, мне кажется, ничего на ней не нарисована. Или нарисована. Была пенсионерка, стала пионерка, написано, девчонки. Ну, вот могут же с чувством юмора, да, подходить. Тоже, по-моему, 59 рублей подтягивающая. Может быть, она вот так выглядит. Я не знаю. Две штуки таких взяли. Еще взяла, давно хотела, пакетики вот такие вот. Сейчас покажу. Зип-замком. Это у нас вето. 15 на 22 сантиметра. 16 штук. Они стоили, по-моему, 77 рублей, если я не ошибаюсь. 16 штук. То есть, это вот такого вот небольшого размера пакетики. Вот у них тут зип-замок вверху. Ну, обычный классический зип-замок, да. И я хочу порционно, специально взяла такие маленькие, делать заморозку на зиму. То есть, мелкой. Кабачочка. Ну, и то порционно. Мне бы их пополам даже поделить. Ну, куда есть столько. Ну, хотя бы такие маленькие. Меньше просто не было. Кабачок. Цветную капусту. Брокколи, тыква вот у меня лежит. Сейчас надо заняться. Порционно заморозить, разложить по таким маленьким пакетикам. Потом достала и супчик сварила. Или на пару прям кусочками сделала в мультиварке. И красота. Вот. Давно такие пакеты искала. Наконец-то нашла. Прям полезная покупка. День следующий. Девчонки, что я делаю? На лице бабушка Агафья освежающая маска. Я тонируюсь. Тонируюсь вот этой вот краской ботаника черничный джем. Потому что вот этот розовый красивый отлив смылся быстро. Причем через две помывки после покраски. Да, мы с вами красились. И не очень красивый цвет. Я развела. Смешала краску с бальзамом ботаника, который вот этот краски был. Две упаковочки. Краску сантиметра три-четыре. Добавила, разбавила водичкой. И прям перед нанесением добавила окислитель полторашку. У меня из Тельевских в бутылке большой. Вот. И нанесла все это дело на волосы. Хочу на тон потемнее. Потому что совсем вот смылась краска. И какой-то у меня цвета желто-рыжий непонятный. Ну, мое мнение. Вот. Поэтому я решила тонироваться таким образом. Сейчас похожу, посмотрим. Ксюша ушла в школу. Мелкая пока спит. У Ксюши сегодня начинаются... Начинаются занятия, возобновляются после каникул по хореографии. Только сейчас вот. В конце сентября. И у нас сегодня родительское собрание в школе. Но я на него не попадаю. Потому что как раз занятия по танцам у нас вечером в 17.40. И ее повезет папа. А в 17.30 собрание в школе. А я с мелкой. Поэтому я на собрание первое в жизни наше. У нас в первом классе не было ни одного собрания за пандемией. Вот сейчас собрание первое в нашей жизни. Не попадаю. Обидно, конечно. Потому что очень хочется есть. Много чего сказать. В основном родителям. Но что поделаешь, да? Надо расставлять, уметь приоритеты. Ну и пока мелкая спит, я буду потихонечку убираться. Оттонировалась. Вот другое дело. Вот это я понимаю. Сейчас еще посушу, будет посветлее. Потому что сильно светло было. Я так не люблю, мне так не идет. Сегодня надо дойти до почты уже. Никак не могу дойти. И Василек может как раз к этому времени придет. Уже на пути в наше отделение. Отправить посылку победителю розыгрыша. Никак не дойду, девчонки. Ну с мелкой. Потому что так вот. В общем сегодня постараюсь уже достала. Ее положу сейчас на видное место. Дойти до почты, отправить посылку победителю. Мне Аня скинула адрес. Свой. И может к этому времени придет Василек. Заберу Василек. Мелко уже проснулась. Мы с ней массаж сделали. Позанимались. Я успела полы помыть. В общем, ну красота. Она заснула пол девятого вечера и проспала до девяти утра. Двенадцать с половиной часов. Но утренний сон я продлевала опять с помощью белого шума. Потому что она проснулась в семь вместе с нами. Возиться начала. Я ее покормила. Спящую. И включила белый шум. А вот до девяти она еще поспала. Поэтому я все успела сделать. Все прекрасно. Еда у меня приготовлена. Потому что вчера я комбалы нажарила тьму тьмущую. Мы вчера поели. На сегодня еще хватит. Вкусная рыба. Вот. Поэтому готовить мне в принципе ничего не нужно. Только так. Может рис. Не знаю. Отварю с рисом. Поедим рыбу. Все дела сделала. Осталось только накраситься, посушиться. И сходить на почту. Надо обязательно. Ну вот. Посушилось. Теперь другое дело. Хоть чуть-чуть потемнее стало. У меня такое амбре. Корни темнее, а кончики светлее. Не знаю. Передает вам камера. Вот он такой вообще цвет. Вот. Классный. Мне нравится этот цвет. Вот. Хочу найти краску теперь такую. Да? Или мне постоянно тонироваться ежевикой этой. Или черникой. Господи, я забыла. Как это. Вот. Вот. Что это за краска? Вот какой этот цвет? Вот. С таким вот морковным потоном. Я такую не видела. Фаберлик, по крайней мере. В магазинах. Ну не знаю. Надо походить поискать. Или тонироваться вот этой ежевикой постоянно. Мне недавно еще под видео девочка написала. У вас татуировка на другом плече. Оно во что, не настоящее? Да. Вот отмотайте чуть-чуть назад. Она была на другом. Сейчас вот опять на другом. Я ее вот так отдираю. И потом на другой плечо перевожу. На самом деле, девчонки, для тех, кто просто не знает. В камере есть функция перевернуть селфи. Вот когда я снимаю для вас обзоры какие-то. Фаберлик и так далее. Я эту функцию включаю. Чтобы вы видели название. Да. Чтобы оно у вас было читабельное, а не задом наперед. Хоп. Татуировка на другом плече. Я себя вижу одинаково. А вот вы сейчас видите. Уже нечитабельно. Правильно? Правильно. Вот. Поэтому это просто такой режим есть в камере. Видите, девчонки, как я еду с почты. Отправила, слава богу, Ане посылку. И вот так у меня лежит сверху на коляске Василек. Это трындец вообще. А куда еще такой пакет положить? Мелочь на почте раскочебряжилась. Немножко неудобно, конечно. Надо было идти с Ксюшей. Но Ксюша пока учится. Сейчас позвонила, закончила. Сейчас встретимся с ней возле магазина. Погуляем, наверное, чуть-чуть. Погода хорошая сегодня. Даже с утра солнышко было. Сейчас, правда, хмуро. Что я в маске буду до сих пор? Не знаю. Маски колебали. Хоть подсохло все. Дождя второй день. У меня тут асфальт сухой. Красота. Бедная моя Клестюшка пригружена посылкой Василька. И что-то Сенок нашел божью коровку, да? Вылил свою бутылку водичку из школы и посадил туда божью коровку. Что ты хочешь с ней делать? Думаю забрать. Чтобы она у тебя жила? И теперь мы задались целью. Что кушают божьи коровки? Вот хороший вопрос, да? Сейчас Гугл в помощь нам придет. Мы пока гуляем. У нас тут обдолавки рюкзак и посылка Василек. Да? Я там, я там. И на посылке Василек у нас божья коровочка гуляла. Мы ее посадили в бутылку. А дома где она жить будет? Мы сделаем какое-то место, где она сможет достать и ползать и летать потом. Да? Домик будем ей делать? Ну хорошо, ладно. Божьи коровки-то у нас оказываются хищники, а я и забыла. Они питаются тлей, какими-то мелкими червяками написано. И лишь некоторые виды являются растительноядными. Ну может быть наш вид, оранжевая божья коровка, является растительноядным? Нет, вообще все божьи коровки, да, я тут вспомнила. Ботаники-то пять у меня было все-таки. Что они хищники. Они хищники, да. Представляете? Вот чем мы будем ее кормить? У нас нет дома тли. Фокус из Тиктока. Вода плюс крахмал. Она реально как будто вода, но она очень твердая. Вытаскивай ложку. Вытаскивай ложку. Клади на стол. Да? На стол. Вот пробуй. Ничего. Ну-ка пальцами постучать. Еще нужно? Твердая? Угу. Ну вот твердая. Вроде вода, а вроде и твердая. Интересный, конечно, такой фокус. Просто крахмала-вода. Мне кажется, надо побольше крахмала. Павел еще крахмала. И вот смотрите, вот ложкой даже. А оно твердое. Хотя вот движется как вода. А оно твердое. Так интересно, мне кажется. Во! Прям кусками. Ну-ка, котен, ты свет загораживаешь. Сейчас перемешаю все это у нас все. Вот ложкой ты ее трогаешь, твердое, как камни. Вот еще добавили. Вот оно как камни. Вроде течет. Да? Угу. Оно как камни. Так интересно. Да. Лучка. Вроде в тарелке болтыхается. А вот так берешь. И тут камни. Ну-ка. Повторим. Фокус из тиктока. Да. Руки не тонут. Вот нажимаешь, и там что-то твердое. Ну-ка, в руку. Ой. В руку вообще тяжело набрать. Когда берешь, это все твердое. Но оно все потом стекает. Как вода. Но когда берешь в руку, это очень твердая масса. А потом стекает. Слушайте, попробуйте. Вот опытным экспериментом крахмал плюс вода доводить вот до такой консистенции. Прям очень твердое. Вот нереально из тарелки даже набрать. Набираешь, а оно растекается. Вот опалый, а даже можно покрасить. Интересный фокус. Стучи. Как по камню, да? Бьешь? А руками возьми теперь. Прикольно. Обязательно попробуйте с вами детьми. Куда мы с вами приехали? А приехали мы с вами на ногти. Месяц с лишним прошел. Ногти относились идеально. Сейчас покажу поближе. И опять я срулила из дома. Отдохнуть, знаете, раз в месяц это такой релакс. Хотя я все равно переживаю. Вот. Сегодня у нас воскресенье. Погода жуткая, пасмурно, мокро, но дождя пока нет. И сейчас я пойду к своей любимой Юлечке. Как относились ногти? Девчонки, кто из Тулы? Я вам очень рекомендую Юлю. Она на Луначарского работает. В Заречье. Я никому больше свои ногти не доверю. Это мастер с большой буквы. Я, если не забуду, ссылочку я под видео размещу на Инстаграм. Если забуду, пишите, кому надо. Это идеальные ногти. Все время. Вот так они носятся. Отросли прилично. Сейчас какую-нибудь красивую форму сделаем. И я уже знаю, какой я хочу цвет. В общем, потом вам все выйду и покажу. Девчонки, сходила. Смотрите, какая красота. Мой любимый коралловый цвет. Сейчас я вам покажу поближе. Смотрите. Они с блестючками еще. Вообще. Я довольна. Я довольна. Мега довольна. Как всегда. Вот идеально. Просто идеально. А теперь быстрее домой. Пошел заказ из Бермега Маркета. Я не пойму только, почему такие большие упаковки. Потому что там очень маленькие товары. Сейчас все распакуем. Расскажем. Веленом пакете была муфта. Вот эта коробка, она вообще пустая. Потому что я заказывала Нибблер. И заказывала зубную щетку для Крестюшки. Потому что зубик-то вылез уже такой, который на пальце одевается. Силиконовая. А заказ мне обошелся в 12 рублей, девчонки. Муфта 10 рублей обошлась. А зубная щетка 1 рубль. Сейчас расскажу, почему. У меня это мой второй заказ в Бермега Маркете. За первым мне начислили, я там Ксюше брала. Вот часы я вам показывала. 300 баллов. Или 350. И они списались. И я заплатила бонусами спасибо. Там 99% от покупки можно бонусами спасибо. Так она, по-моему, 700 рублей стоит. Сейчас распакую, покажу. Потому что у меня жутко мерзнут руки. Гулять с коляской. В перчатках не всегда удобно. А вот муфта, это очень классно. Вот артикул, если что. Вот доталкивающая ткань. А внутри овечья шерсть. Даже так, представляете вообще. И вот как она выглядит. Большая такая, да? Вот тут кнопки. Как она вот на ручку будет одеваться? Так вот, конечно, теплышко хорошо. Теплышко, здорово. Так, это у нас. Ват, бат, бала. Бат, бала. Господи, а как она на коляску крепится? Кто-нибудь знает? А, вот. Сбоку кнопки. Да, вот так вот за ручку зацепляется. Сейчас я ее разберу и покажу. Наконец-то. Сегодня у меня хоть руки не будут мерзнуть, когда пойдем гулять. Вот, разобрала. Она такая большая. Объемненькая. Классная, тепленькая. Прицеплю на коляску и вам покажу. Так, коробка. Так, какой-то документ. Вот, типа накладной, наверное. И зубная щетка. Вот эта вот, которая на палец, да? В такой огромной коробке. Не могли как-то поменьше упаковывать, да? Она с чехольчиком. Вот таким вот. Так она была тоже очень бюджетна. В общем, всегда приятно. 6 месяцев плюс написано. Но все равно у нас первый зубик. Ее десеньки почесать, мне кажется, вообще будет здорово. Она будет очень радоваться. Вот такой вот заказик. А Нибблер почему-то не было Нибблера на складе. Я не знаю, привезут они у него вообще или нет. Или там отказ. Надо посмотреть. Сначала вам показать, как муфты на коляске смотрятся. Ну, вот так, собственно говоря. Вот она посередине застегивается. По бокам застегивается, да? Ну, если она универсальная, под любую коляску подойдет. Она такая вот большая. Нормально. Хорошо, что я черную взяла, потому что тут именно такого цвета не было, да? А другой цвет, но сюда ни к чему совершенно. И ручкам очень тепло. Очень тепло и комфортно прям возить. Вот как входит рука. Она там достаточно свободная, но все равно там очень теплая. Хорошо. У меня теперь хоть руки не мерзнут. А то я приходила в такой дубак. У меня руки прям ледяные были. Аж больно было в теплой воде мыть. А перчатки не всегда удобно. Вот поэтому классная штука. Теплая муфта. Я прям довольна. Мне тоже понравилось. Тоже понравилось? Что мы с вами сейчас, девчонки, делаем? Сейчас мы с вами будем наносить шоковую терапию от Vitex для волосфиллер. Я вам уже его показывала. Кто не пробовал, запоминайте. Он очень крутой. У меня осталось там как раз на один раз. На три раза где-то мне такой бутылочки хватает. Но все зависит от длины волос от вашей и так далее. В общем, нам нужно его развести с вами с водой один к одному. Хорошенечко смешать. Распределить на волосы, отступая 2-3 сантиметра от корней, выдержать 15-20 минут. От него реально крутой эффект. Мне очень нравится. И по факту, мне он волосы не пушил. Я знаю, сколько здесь осталось миллилитров где-то. В общем, я сейчас буду на глаз наливать один к одному. Но вы так не делайте. Вы разбавляйте в специальном стаканчике. Он, кстати, был, но куда-то делся. Или в какой-то мерной емкости. У меня вот столько осталось где-то жидкости. И вот до сюда где-то я сейчас наливаю водички. Хорошенько перемешиваем. Наносим на чистый волос. Я помыла волосы шампунем Марису, бальзамом Марису. Фаберликовскими, да? И на чистый подсушенный волос, то есть после полотенца, мы с вами будем сейчас это все дело наносить. Сейчас я замешаю, налью водички и приступим. Все налила. Сейчас взболтаем хорошенько. Превращается водичка таким выпахом каким-то спиртовым по мне внутри. И когда соприкасается с водой, превращается в кашицу мутноватую. Ага, все, превратилось. Сейчас покажу вам на руках. Мы снимаем наш полотенчик. Так. И как это все дело выглядит. Вот такая становится, ну как густоватая, сметанообразная консистенция, но уже такая молочного цвета, если по факту он прозрачный. И вот так на руке. И распределяем по волосам. Такой неплохой, я бы сказала, даже очень хороший эффект ламинирования и запаивания кончиков. У меня прям что-то много даже. Можно было мне там еще на два раза разделить. Ну ладно. Уже развели. Обратного пути нет. Сейчас нанесем как следует. Даже когда вы наносите, вы уже под руками чувствуете, это видно даже, что у вас волосы разглаживаются. Сразу, в принципе. Я после филлера не прочесываю. Хотя можно было бы еще и прочесать. Вот таким образом наносим на все волосики. Я завязывать их не буду, не хочу заламывать. Ой, прям много получилось. Много-много-много. Все, нанесла. Пахнет какой-то спиртягой. Кто-то писал, что по факту эти филлеры могут и сушать, и стончать волос. Нет, у меня вот с этим филлером все нормально. Все отлично. Оставлю в пустые баночки, покажу потом, кто не видел. Все, буду ходить 15-20 минут, потом смою, посушусь, покажу вам результат. Даже не смывашки, наверное, какие не буду носить, потому что филлер сам по себе очень крут. Вот так, девчонки, выглядят волосы после сушки. Они стали плотные и как будто заламинировались. Да, видите, какие кончики мои пожженные? Волос стал плотнее. Это тоже заметно. Я однозначно буду брать его еще, пока лучше для волос я чего-то не нашла. Эффект у меня держится 2-3 помывки. Ну, 3, наверное, 3 помывки головы. То есть неделю, дней 10 держится эффект. Но он того стоит, смотрите. Такие волосики. Круто вообще. На этом блог буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.